Всем привет дорогие друзья, с вами Рубан и сегодня у нас супер-супер-суперский день, потому что наконец-то я собрал финир и наконец-то я обломался с Трионом. Давайте покажу с начала Трион, потом что же в итоге получилось. 59 из 60 чертежей, это такой облом, я не знаю как это выразить, потому что то же самое у меня было с PLP. Помните видео быть или не быть и вот тут я тоже хотел снять видео, потому что был один пак и один чертеж. Из последних трех паков мне в двух выпал чертеж и в итоге оставался один пак на один чертеж, если бы повезло конечно Триончик бы был, было бы и видео, но сегодня не об этом тема, сегодня как говорится один позитив, поехали будем как говорится катать. на финирчике, посмотрим что он из себя представляет, вот так вот пять чертежей можно открыть, ну что ж поехали. Так, открыть машинку. Так, у меня ВК включен, поэтому могут быть сообщения, надеюсь не испортят видео. Ну что ж, долгожданный финир у меня в гараже, я его очень очень долго ждал, это моя шестая машинка С-класса, седьмой будет у нас Трион вероятнее всего, вот, да идут сообщения. Так, поехали, давайте качать его, наверное до трех, как обычно, да, и вот тут вот прокачай 45 тысяч, блин, ну это просто очень-очень много. Так, да, очень мало прибавляет, как вы видите, 0.14, да тут про, прям на уровне Макса качается, обычно Макс намного больше дает, поэтому качать все обязательно. Посмотрим, еще один этап, нитро и, ну не, ну живет конкретно. Я помню смотрел видео Гектора, там на эгоисту, на видное лофто ему подарили, 6-ти звездочный эгоиста, 15 миллионов народ, 15 миллионов нужно на Макс Про, это просто бешеные цифры. Ну что ж, 13 чертежей, то есть, если в этом сезоне я возьму топ-50, даже без рандома, мне уже будет, у меня будет шанс, то есть, прокачать его на 2 звезды, это уже, уже неплохо, машинка, как говорится, имбовая, говорят, одна из лучших в С-классе, поэтому я хочу на ней катнуть. Ну понятно, одна звезда это не то, чего можно ожидать от топовой машинки, то есть, на одной звезде она не покажет свой потенциал, но все же хочется покатнуть, посмотреть. Давайте именно сезон Люкана, что мы выберем, 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 давайте, давайте, давайте посмотрим, Шотландия, Каньон, это не, это не то, рельсы нет, атака времени. Давайте, атаку сделаем, просто тупо оценим машинку, 3492, то есть, это одна звезда. Ну, поехали, а, можно кубок С-класса катнуть, вот, на нем я пойду катать кубок С-класса, несмотря на то, что я кредиты забрал, но интересно, можно ли будет на нем забрать все кредиты на одной звезде, вот, будет нам челлендж. Так, поехали. Я так скажу, машинка сейчас пока что, ну, тяжелая она вроде как, ну, надо на трамп заехать, чтобы окончательно понять этот момент, если тяжелая, то Люкана отдыхает, конечно. Да, тяжелая, видите, она сразу села, не подбрасывать, дрифт средний, такой. Не, очень классная машинка, мне понравилось, знаете, больше, чем Люкан, Люкан просто. Не получилось. Не, машинка реально, если на ней в сетке катать, там, 5-6 звезд, даже меньше, будет просто имбовать, я думаю. Тяжелая она, и это хорошо, потому что в этой физике тяжелые машинки, это типа Люкан, вот, как у нас, к примеру, о, я получил жетончики за открытую машинку, 15 жетонов, 44 автомобиля. Вот такие вот дела. Поехали, посмотрим в кубке, как она себя покажет. Вот, тест-драйв, ну, в сетке я не могу, поскольку это невозможно. Вот, Гималайи, давайте потестим, посмотрим, как она себя покажет. Ну, что, поехали. Время, которое надо нам побить, 1.17 и 1-звездочный финир. Может ли он, вот этот 1-звездочный, смогу ли я? Может, я не смогу накосячить, кто знает. Вот, самому интересно, что выйдет, насколько он силен, этот финир. Но я уже чувствую, что машинка реально крутая, потому что вот то, что она тяжелая, это уже очень важный аспект. Потому что тяжелые машинки, они более стабильные на трассе, и с ними можно, как говорится, играться. В отличие от... Вот лофтом бы сказать, с какого черта вы не убираете очень быстро машинку с трассы. Вот это меня всегда бесило в этой игре, что вот машинка очень долго остается и портит тебе сколько. Ты занокал, все, пусть убирается с трассы моментально. Ой-ой-ой, да, не вышло. Придется еще одну попытку делать, видно. Провалил я ее. Ну что ж сказать, плохо я очень-плохо катнул. 559. Это максималка. Ой, вот смотрите, я проиграл 0,7, но это было очень много косяков. То есть на этой машинке можно спокойно забирать все кредиты. Давайте еще одну попытку сделаем, но на этот раз я постараюсь укатнуть чисто. То есть она настолько мощная, что однозвездочная забирает все-все кредиты, если у вас прямые руки. На тач-драйве не знаю, но если вы соберете машинку, думаю, на тач-драйве уже 3-4 звезды будете все собирать, если даже вот очень плохо катать. У меня такое впечатление от этой машинки. И вот я говорю, тяжелые машинки, они реально приятные, потому что на них легче держать дорогу, они более стабильные. Это мое мнение про эту машинку. Так, у меня развороты не получились. Но ничего, скорость достаточно приличная. Не очень хорошо вышел каскад. Но все равно достаточно неплохо проехали. Дрифт, да, не такой. Я проехал на ней лучше, чем на 4-звездочном FXX. При том, что FXX я лучше катнул, по моему мнению. То есть, настолько эта машинка сильная. Вот вы увидели потенциал, огромный потенциал этой машинки. Я считаю, что это просто, просто топчик. Жаль, что только три гонки. Но именно если брать по потенциалу, то машинка просто зверь. Вот трион бы покатнуть, на него, говорят, не очень хорошие отзывы. Поэтому в данном случае насчет финира могу сказать, что не пожалеете, что его соберете. Да, три гонки это плохо. И чинится он 6 часов, вероятнее всего. Да, 6 часов. И пропустить сколько тут у нас? 20%. Это минимум, я так понимаю. Но все же машинка очень-очень классная. И на ней, вот я, смотрите, какое время. То есть, я практически принес 3,5 секунды. На тач-драйве будет сложнее. Но уже 3-4 звезды, я думаю, машинка будет просто-просто лететь. Потому что, в отличие от Люкана, она тяжелая. Она стабильная. Она не подлетает от всякой фигни. Вес у нее есть. И я думаю, что это очень важный момент. Очень важный аспект. Если сравнивать вот эти вот две машинки. Да, вот Веймоторс, Люкан Гиперспорт или Финир Суперспорт. Вот я беру именно эти две машинки. Которые на данный момент, я думаю, все-таки самые мощные. Ну, эгоисту я не беру в счет. Потому что ее собрать немногие смогли. Или софтор вы. Или бешено тратили, копили жетоны. Или донатили. Вот в таком варианте. А то, что вот доступно и можно по чуть-чуть собирать. Как Финир сейчас. И Люкан. Ну, Финир медленный, конечно, будет собираться. Возможно, если, конечно, все-таки не начнут толкать его во всех сезонах подряд. То могу сказать, что машинка очень-очень классная. В общем, позитивно все об этом. Все об машинке могу сказать. Вот, насчет характеристик. Как вы видите, нитро уже неплохое. 61. То есть, давайте посмотрим, сколько оно у него апается. Очень мало, к сожалению, апается. То есть, окончательно я не думаю, что прям супер будет апнутое нитро. Ну, вероятнее всего где-то в районе 65-66. Это у нас... Давайте посмотрим. Это у нас, наверное, на уровне вот вулкана, да. Ну, вот приблизительно представьте вулкан. Вот настолько, наверное, вы сможете прокачать его нитро. Я так предполагаю. Может, чуть меньше, чуть больше. Ну, думаю, вот где-то в этом районе будет нитро данной машинки. Потому что если 0.14, да. И тут тоже 0.14. Да, везде 0.14 прибавляет. А, скорость 0.30. А, не, 0.17. Что тут? Я что-то не... 0.17. Ладно. Ну, прикинем, там 13 левелов. То есть, получается 1.7. Да, только мы отсюда получим. Это уже у нас 62 практически. 63.7. Ну, думаю, 65 со всякими прош-мро-супер-детальками она дойдет в итоге. Но это уже надо смотреть, у кого есть. Вот я просто предполагаю по цифрам изначальным. Но это приблизительно нитро, как у вулкана. Что достаточно очень... Достаточно хорошо. А ускорение, я думаю, будет на уровне 80. Вот так вот. Ну, что сказать. Всем спасибо. Всем пока, народ. Вот, я лично очень-очень рад, что эту машинку я собрал. Потому что она не разочаровала моих ожиданий. И, надеюсь, не разочарует и вас. Кому в кубках на кредиты, кому там с тач-драйвом более легкий вариант, как бы, катать, собрать. Не, конечно, те, кто играет на тач-драйве, они сложнее соберут его. Но все же будет вам помощником. Только жаль три гонки. С этим надо что-то сделать. Но это уже другая история. Пока-пока, народ. Всем хорошего дня, позитива. И в конце, да, я совсем забыл. Порше. Это насчет данного кубка. Просто в двух словах. 918-й. Это один из флагманов А-класса, кто не знает. То есть, это очень годная машинка. Вместе с... У нас есть там две машинки в А-классе. Покажу просто вне темы. Это Пагани Хуайра и Порше. То есть, Порше после, говорят, будет Пагани Хуайра. То есть, эти две машинки будут друг за другом разыгрываться. Но, возможно, Порше будет вот как бы вот сейчас кубок сборки, а Пагани может как КСКГ разыгрывали в этом формате, я не знаю. Вот этого я не могу сказать. Но, по крайней мере, вот у нас две машинки, которые потенциальны флагманы класса. И Порше обязательно постарайтесь забрать. При том, что она пятизвездочная. Это очень хорошо. То есть, у нас будет при пятизвездах четыре катки, в отличие от Пагани, которые шестизвездочные, их будет всего три катки. То есть, это тоже решающий фактор. Одна гонка, но решает. И вот такие вот дела. Ну что ж. Собираем, копим в жетончики. У меня 2100. Я еще не катнул все 120 жетонов, которые сегодня дадут. И буду собирать. Я советую. Машинка годная. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok